Здравствуйте. Добрый вечер. Ваш QR-код, пожалуйста. Вот он, пропуск в полноценную жизнь или новую реальность. Теперь люди старше 18 лет без него не смогут посмотреть даже спектакль. С 15 ноября попасть в театры региона смогут только владельцы своего личного QR-кода. Это может быть QR-код о перенесенном ранее ковиде, не ранее, чем 6 месяцев назад. Либо это может быть QR-код об отрицательном ПЦР-тесте. Такой QR-код действует 72 часа. Если у вас есть медицинский отвод от вакцинации, то вместе с этим документом нам нужно будет предъявить как паспорт, так и отрицательный ПЦР-тест. Проверять наличие QR-кодов будут прямо на входе в театр. Та же система будет работать и на входах в фитнес-центры. С ноября здесь качать мышцы без пропуска не получится. Однако не все готовы к такому повороту событий. Сотрудниками вопрос уже проработан. Буквально осталось 1-2 человека. Я думаю, что после 6 дней 1-2 дня. По клиентам это не вопрос ни одного дня, ни двух дней. Будем правде в глаза смотреть. Это большая массовая работа, которая начнется не с тех, кто будет тренироваться, а именно с тех наших работников, как это объяснить, как донести и насколько часто это придется делать. На общественный транспорт такая система пока не распространяется. Но радоваться рано. С 20 ноября в Омске QR-коды будут проверять и в автобусах. И не исключено, что скоро это может появиться и в Алтайском крае. Новыми условиями всерьез обеспокоены предприниматели. Многих пугает опыт первой волны коронавируса, после которой многим пришлось закрыть свой бизнес. Рестораторы беспокоятся, что из-за такой пропускной системы число посетителей сократится в разы. Самое страшное – это ты переживаешь только за сотрудников, потому что это люди, за которых ты отвечаешь. Сфера общепита, она достаточно бедная именно по кадрам. И многие ребята, кто, если брать 20-й год, перешли из этой сферы общепита в другие направления, на удалянку и так далее. На убытки настраиваются и другие предприниматели региона. По опыту других регионов, где вводились QR-коды, выручка в кинотеатрах падала в 3-4 раза. Я думаю, что в той или иной степени, наверное, пострадает выручка снизится везде, где будут это вводиться. Переживают и родители дошкольников. Несмотря на то, что детей пока не вакцинируют, могут закрыть допуск родителям в детские сады. По крайней мере, такие предложения прозвучали в нескольких регионах России. К слову, прививать стали уже беременных и кормящих. В Барнауле такой пункт открылся на Комсомольском проспекте в подразделении 2-го роддома. Однако пока большая часть претендентов к вакцинации избегает. Доверяют лишь единицы. Я посоветовалась с мамой. Она говорит, что если врач говорит, что так и есть, тем более были печальные случаи, о которых не хочется зараспоминать, то мы решили воспользоваться этим, защитить и себя, и ребенка в дальнейшем тоже. В связи с вводом QR-кода в прививочных точках ажиотаж число желающих привиться резко увеличилось. Но не настолько, чтобы полностью закрыть вопрос. А тем временем свободных коек в региональных ковидных госпиталях почти не осталось. 96% занято больными. Некоторым больницам уже не хватает кислорода. Несмотря на то, что про коронавирус узнали еще в декабре 2019 года, люди до сих пор делятся на два лагеря. Одни идут и прививаются, другие относятся к вакцине с опаской. Поспособствует ли массовой вакцинации такая система QR-кодов – вопрос открытый. А между тем медики прогнозируют – четвертая волна не последняя. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком.